здесь у нас в вольере находится глащатая индейка это смесь индейки и фазана очень редкая у нас в россии приживается конечно не очень хорошо зиму переносят плохо в основном всю зиму они находятся в домике вы сказали что смесь индейки и фазана да это гибридительно как-то мне или так и есть так и есть также эту индейку называют павлине индейки за счет своего окраса она смахивает на павлина пушки но эта птица мягко говоря очень редкая я вот первый раз ее вижу они на картинках не на фото она откуда у вас есть не секрет откуда завезена мы завезли ее из европы мы также здесь занимаемся выведением птенцов данной породы пока у нас было несколько птенцов мы их продали уже и в этом году очень много молодняка мадина скажите пожалуйста а вот эта порода индейки чем-то отличается от обычной какой-нибудь бронзовой или белой индейки по выращиванию по содержанию расскажите об этом пожалуйста содержание данной индюшки больше похоже на содержание павлина по корму по питанию и также уход больше требуется за данной индейкой чем за обычными бронзовыми ну смысле они меньше более требовательные к помещению молода не переносит до более требовательные также уход за ними очень сложный а чем отличается уход то можете рассказать они не переносят температурных скачков сквозняков не переносят холода очень теплолюбивые а сколько всего в россии как вы думаете таких птиц то есть вот я говорю я реально вижу первый раз такую индейку я думаю в россии число можно посчитать по пальцам их очень мало в россии бережем как зеницу ока а сколько у вас самок сколько самцов взрослых особей у нас две самки и один самец не считая молодняка очень круто а вы их ели дорогой удовольствие то есть это у нас больше декоративная птица да а сколько они несут яиц также как обычные индюшки каждая самка нас через день несется скажите вот то что на картинках видится вот про такую индейку вот она вот в этих вот в оранжевых желтых шишечках они там растут вообще везде от отсюда где только неоперенные участки шеи и головы то есть она такой впечатлишь она хаотично вообще ими покрыта как болезнью в данный момент что-то их вот совсем в районе переносится и все даже на шее нету этих наростков у самцов очень много в период вот брачного брачный сезон этих наростков становится у самцов очень много сейчас они у нас не так много несутся как весной поэтому наростков не так много то есть это почти как брачное оперение гормонально гормональное скорее такое приманивание самки в очень интересно